Ребят, всем привет! Хочу вам еще раз напомнить, что послезавтра я буду давать такую небольшую лекцию на фестивале, которая будет в Ардане. Если кому-то интересно, присоединяйтесь. Еще у меня будет живая встреча в Сочи 27 числа. Тоже дадим анонс. И трех человек я могу пригласить, если вы напишите мне, почему должны быть это именно вы. Кто сможет приехать в Сочи. Либо кто в Сочи живет, кто из Сочи. Ребят, давайте точно так же вы пишите свои вопросы. и я, конечно, на них поотвечаю. А сегодня я бы немножко хотела, знаете, какую тему начать? сталкиваюсь я уже не один раз с тем, что люди начинают свой путь самопознания, скопания, ковыряния, ну, у каждого свой, да. И сейчас, ну, я бы не сказала, что уж прям в моей жизни, но есть такие люди, которые которые были в Аскезе, которые уходили там из социума на какое-то продолжительное время, то есть на несколько лет. вот, и сейчас они как бы на пути к чему-то там, к истинности. И, знаете, раньше я думала, что, ну, наверное, это есть такое, наверное, это нормально, когда ты идешь куда-то, проходишь какие-то этапы, какую-то аскезу, что ты можешь там где-то побыть, посидеть, узнать что-то, что там с тобой происходит, какие-то новые вибрации. Но сейчас я понимаю, что это такой бред, ну, это для меня. Я ни в коем случае не в оскорблении, не в... Сейчас, секунду, ребят. Пять секунд. Так, ребят, извиняюсь, у меня тут небольшой форс-мажор. Давайте я повторюсь. Я ни в коем случае никого... Не хочу обесценить его путь, не хочу обнулить то, что он делает. Но, возможно, я своими словами кому-то... кому-то облегчу его восприятие. Я только лишь с этим расчетом. Когда вы ходите и ищетесь... У меня просто не было такого состояния, чтобы я ходила, искала истину. То есть у меня... Я любила разные... Разные направления. Я... Вы знаете, прекрасно, да, я уже говорила, что у меня есть несколько образований. Я всегда любила учиться, любила всегда познавать что-то новое. но у меня никогда не было того понимания, что нужно куда-то уйти в какую-то аскезу. Наверное, это все-таки из состояния ответственности. Потому что, если вы возьмете кого-то, кто уходил в какую-либо аскезу, это всегда были либо мужчины в большинстве в своем случае, и в маленьком количестве это дамы. Причем те, у которых, конечно же, либо совсем смертельное какое-то заболевание, либо... либо это женщины-одиночки, у которых нет детей. Только лишь. Именно поэтому это очень маленький процент. мужчины к своему, наверное, к их радости, они могут себе позволить эти аскезы проводить на любом этапе своего жизненного пути. Дети у них есть, семьи у них есть, там еще кто-то есть. Это, опять же, не про оскорбления мужчин, это не про феминизм, это про то, что есть моменты, когда наступает таким, наступает вот это состояние проснувшисти, это состояние чувствования вне аскез, когда ты не не упускаешь свою ответственность перед своим близким, перед миром. Это, конечно, здорово, и если бы у меня была такая возможность, я бы тоже с удовольствием бы пошла бы куда-нибудь там на годик, в горы, в домик, там отапливаем и не отапливаем, вообще абсолютно неважно, и с огромным удовольствием бы была наедине с собой. Но у меня нет такой возможности, потому что у меня есть дети, вот это первый момент, и второй момент, когда встречаешься с людьми, которые были, вот в таких аскезах, когда, и они все такие благостные, пукают бабочками, и когда на них начинаешь немножечко надавливать, нажимать, у них начинает выливаться, даже это не том, что вот какая-то негатив, это даже не негатив, а начинает из них сочиться с разных мест этого детскости, детская позиция к самому себе в первую очередь. И тогда у меня возникает вопрос, а стоило ли столько тратить времени, чтобы подтвердить и углубиться, и укутаться своей детскостью в одеялке, только по большим размерам. И чаще всего, когда вы уходите в самого себя, вы наедине с самим собой, у вас есть такие моменты, как познание себя, как я есть в этом теле, то есть я есть в этом теле, я есть вне этого тела. Возможно, это не так, возможно, это только моя история, но про свою историю я могу сказать то, что наверное, то, что благодаря вот этому социуму, благодаря тому, что я продолжала вибрировать в этой плоскости, мне посчастливилось встретиться и встречаться до сих пор с разными людьми. И когда ты встречаешься с разными людьми, тебе всё больше и больше открывается те моменты, о которых ты не том, что не задумывался, ты не мог о них задумываться, потому что я не могла о них задумываться, потому что в моей картине мира их не было. И когда мне люди говорят, а что ты чувствуешь, а что ты это, очень часто это сложно передать, потому что в этой плотности они настолько давно утеряны, эти чувствования, утеряны, потому что они у нас есть, это как, ещё раз повторюсь, это базовые настройки нашего физического тела. И мы можем ощущать такие, как звук, запах, вкус, тактильные какие-то ощущения, но мы, когда ты идёшь к своему телу, к своему телу через социум, только соприкасаясь с социумом, только опыляясь через социум, ты начинаешь познавать новые восприятия, ощущения своего тела. и это, например, такие восприятия, как, то есть, мы вот знаем, что мы можем что-то почувствовать на вкус, что-то почувствовать на ощупь, что-то понюхать, где-то услышать, но совсем забыли, что у нас есть такое, что как, например, ориентация, и очень много моментов, связанных с ней, то есть, ориентация, ориентация в пространстве, это тоже одно из наших чувствований. Когда мы с ребятами говорили на неретрите в новогоднюю ночь, да, это сейчас у всех навигаторы, это сейчас можно там хоть куда проехать, а раньше что были? Раньше были карты, или раньше были просто таксисты, которые, таксисты, либо люди, которые очень хорошо ориентировались внутренним чувствованием, куда нужно ехать или идти. И если вы помните, есть такое в сказках, да, пойдёшь направо, то-то найдёшь, пойдёшь налево, то-то найдёшь, прямо, то-то пойдёшь. Это как раз в этих сказках говорилось про наше внутреннее чувствование, когда мы через тело понимали, куда нам идти, то есть мы понимали, куда нас ведёт наше тело, в какой, в какой новый опыт, давайте так назовем, в какой новый опыт мы идём, чтобы прочувствовать вот этим вот телом. Это наш этот ориентир в этой плотности. Есть следующий ориентир, когда вы видите, я уже вам не раз говорила, но мне очень сложно передать это на обычный язык, чтобы меня поняли, не как глухие телефончики. И когда я вам говорила, что есть вот, например, чувствительность, вот вибрации, когда ты ловишь телом, всем своим телом вот эти вот вибрации, другие вибрации, и это тоже одно из чувствований, потому что это изначально ты понимаешь, да, вот я вот чувствую вот эти вибрации, я чувствую вот эти вибрации. Но когда через какое-то время, когда я сейчас понимаю, что я могу ловить вибрации из этой плотности, из другой плотности, могу ловить вибрации от себе подобных, ну, то есть людей, да, могу ловить вибрации от животных, от птиц, от ещё чего-то, от растений, там, ну, в общем, очень много всего. И это абсолютно другие чувства, и ты эти чувства тоже через своё физическое тело. То есть наше физическое тело, это как приёмник, который на определённом этапе начинает сканировать, на определённом этапе начинает сканировать в разных частях нашего тела, что, куда распределить, распределить, для чего, почему, какой опыт нужно получить через это, через это, через это. И когда я вам говорю, что нет плохих либо хороших ситуаций, есть просто факт, что эта ситуация случилась. И когда вы переходите на этот этап, что у вас уже нет хорошего или плохого, у вас есть просто факт какого-либо события, то этот факт этого события вы можете прогнать через своё физическое тело. И вот когда вы начинаете прогонять через своё физическое тело, у вас появляются новые грани, новые возможности познания этого мира как бы как вывернутого, тотального, честного, без того, чтобы вам хотелось увидеть, без того, чтобы вы хотели бы видеть, привнеся из картины мира своего мировосприятия. то есть вашего мировосприятия его получается как не существует, то есть оно обнуляется. У вас нет вашей картины мира. У вас есть то, где вы присутствуете на данный момент. И когда у вас есть то, где вы присутствуете на данный момент, то вы это всё начинаете пропускать через просто физическое тело, которым можно потрогать, потрогать что-либо. И тогда у вас нет надобности в этом мире говорить, что хорошо и что плохо. Потому что всё ваше пространство занимает чувствование, которое проходит через тело. И оно, поверьте, оно далеко от состояния здесь и сейчас. Вот это вот, да, мифическое. здесь и сейчас. И все такие, о, какая прелесть. Если простыми словами скажешь, да, это здесь и сейчас, но если через чувствование, это не состояние здесь и сейчас, потому что другого состояния не бывает. Ты его не можешь обозначить, потому что других не бывает. то есть, как бы сказать, чтобы понятнее было. Вот смотрите, например, вот сейчас вот есть там кастрюлька, котелок, сковородка, там ещё что-то, всякая кухонная утварь, да, но если взять какие-нибудь там начальные времена, где была только единая ёмкость для приготовления какой-либо еды, неважно какой, единая ёмкость, и её называли эту единую ёмкость, ну, как-нибудь, неважно как, траманда, пусть будет, чтобы не было ассоциации у вас. И когда вот это вот была единая вот эта вот траманда, то её не сравнивали, что вот нужно готовить только в траманде, потому что вот в этом вот это, в этом не сравнивали, потому что была только вот она единая вне сравнения. И когда Когда вы оказываетесь в состоянии, где вы можете чувствовать несколько плотностей через своё физическое тело, то у вас нет состояния здесь и сейчас, потому что оно единое. Его уже вы не сравниваете, а вот это вот прошлое, вот это вот будущее, оно объединяется, и сравнения нет. Нет, вы не можете сказать, что вы здесь и сейчас, вы можете сказать только, что вы тотально, и всё. Где тотально? Везде. И это другие ощущения своего тела. И оно находится, этот путь к вам самим находится только в вас. Ни на горе, ни в отшельничестве, ни с гуру какими-то там всемогущими, ни в каких-то природных, клёвых, красивых и так далее, и так далее условиях. Оно находится не важно где, оно находится только вот здесь. Через вот здесь, когда вы находите, вы выходите. Только отсюда вы можете выйти. Ни из какого другого места вы не можете выйти. Вы там можете только переключить своё внимание в какие-либо практики, чтобы вас опять унесло через практики к чему-либо. Практики на каком-то этапе, они великолепны. Они великолепны, когда они начинают работать с вашим телом, когда вы начинаете облегчать тело, чтобы лучше его услышать. Но не заигрывайтесь, потому что весь ключ, он находится только в вас самих, больше нигде. Это не зависит от места, это не зависит от климата, это не зависит даже от окружающих вас людей. Это зависит, насколько вы готовы тотально, честно прийти вот туда. Это прям очень больно прийти туда. Это очень больно туда заглянуть. Это там нет каких-то прекрас и прелестей. Первый этап, он очень действительно болезненный. И когда вы начинаете выворачиваться из состояния себя, то это тоже другое состояние, которое… Я не могу сказать, что оно прямо великолепное. Оно не плохое, не хорошее. Оно тоже становится просто тотальным. Пока вас будет ещё кидать туда-сюда, хорошо-плохо, я вот здесь вот в моменте, я вот могу себя поймать, я могу вот это… Вы ещё можете там ухватить какие-то остатки того, что было… Что было, пока вы себя не обнаружили. Но потом это всё проходит, и всё становится. Вот так. Ребят, сегодня ни одного вопроса. Ни одного вопроса – это потому что… Нечего спросить? Неинтересно? Или… Или наоборот, очень интересно, что вы… Заслушались. Если есть вопросы, то, ребятки, пишите. И будет здорово, если вы напишите, насколько мне получилось ещё чуточку донести и раскрыть моего мира. А если вопросов больше нет, то мы тогда гулять. Все переваривают, смотри. Всё понятно. Понятно, ребятки. Ну, приглашаю вас ещё раз на фестиваль, на открытую встречу в Сочи. Конечно же, если кому-то интересно чуточку больше познать своего физического тела, то на марафон «Пранофит», кто не может, но очень хочет зайти в чистые дни, то будет марафон «Касание вечности». Марафон какой-то, не помню, как называется. А кто хочет прям готов уже идти и выворачивать себя, найти себя и выворачивать, то, конечно же, ретриты. Сочи, Алтай, Байкал. Очень интересно, спасибо. У меня сейчас как поток зашёл, я поняла что-то. Да, ребят, в любом случае, какой бы вы эфир ни смотрели, и вы можете один и тот же эфир пересматривать хоть 10 раз, и вы будете всегда находить что-то новое. Не потому что вы как-то слушаете по-другому, а потому что вы каждую минуту своей жизни, вы обновляетесь. «Касание вечности», да, «Касание вечности». Что бы вы ни прослушали, всегда контролируйте, что вы слушаете, кого вы смотрите. Это очень важно. Это очень важно на определённом этапе, а может быть и на всех, когда мы находимся только в одной плотности, когда мы ещё не вышли на несколько плотностей. И я вам могу сказать, что это уже проверено. Вы уже никуда не денетесь. У вас уже начинает меняться ваша кристаллическая решётка. У вас начинают меняться нейронные связи. Видите вы это или не видите, это уже другой вопрос. Но вы уже прежним никогда не будете. И вы всё равно рано или поздно, неважно, не бывает ни рано или поздно, бывает только своевременно, дойдёте до самого себя. Вопросы с определёнными людьми, кто вам резонирует. Это же не обязательно я. Я, может быть, кого-то и раздражаю. И это тоже своего рода клёво. Возможно, появится тот человек, с которым вы, может, выстрелите. И это здорово, если он будет на вашем пути. Самое главное, не закручивайтесь на нём, а пусть он будет вашим триггером. Потому что все ответы только в вас. Вопросы только вне вас. Когда у вас есть вопросы, значит, вы ещё себя не нашли. Когда у вас остались только одни ответы, всё. Наслаждайтесь и идите к следующим ответам. Следующим, следующим, следующим. Я вас всех обняла, ребят. В четверг, скорее всего... А, сегодня четверг, да? Сегодня вторник. Сегодня вторник. Сегодня четверг. Неважно. Всё, до следующего эфира тогда, ребятки. Я вас всех обняла. Мне было очень-очень с вами приятно. Пишите свои вопросы. И я обязательно буду на них отвечать. У меня завис телефон. Ночами слушаю вас. Всё так. А днём встречаю вас на улице. Танюша. Ночами слушаю вас всё так. А днём встречаю вас на улице. Я вас люблю. О, почему не подошли? Подходите, ребят. Знакомьтесь. Очень же здорово, когда мы знакомимся. У меня телефон завис. Я не могу выключить. Благодарю за информацию. Всё. 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 Продолжение следует...